Сыктывкар сегодня стал центром притяжения туристов, но не совсем обычных, а спортивных. На лыжной базе «Динамо» стартовал чемпионат и первенство Республики Коми по спортивному туризму. В течение двух дней лучшие команды региона будут показывать свою альпинистскую подготовку, а еще бегать на лыжах. Помимо местных спортсменов, на старт вышли и соседи из Котласа. Подробности в сюжете Павла Королева. На финиш заходит представительница Сысалы Анастасия Шахова. Менее чем две недели назад она стала третьей на первенстве мира. И вот новый старт и новая заявка на победу. Как говорится, куй железо, пока горячо. Сейчас трасса хорошая, было тяжело, потому что короткие дистанции, это нужно постоянно бежать, бежать. Даже нет времени отдохнуть, негде отдохнуть, поэтому тяжело. А так трасса хорошо подготовлена, этапы хорошо подготовлены, натянуты хорошо. Судьи все смотрят, за всем сидят, поэтому все хорошо. Но на старт сегодня выходят не только именитые спортсмены, но и совсем еще юные туристы. И несмотря на то, что этим ребятам выбраться за город всегда в радость, любые соревнования очень волнительны, особенно когда из-за ковида и капризов природы приходится брать долгий тайм-аут. Последние соревнования такого уровня у нас были в прошлом году в январе месяце. В этом году мы тоже планируем в январе, но из-за морозов у нас в январе, в феврале мы в два раза переносили эти соревнования. И вот только в марте смогли сейчас их ощутить. Принцип соревнования похож на биатлонный. Сначала спортсмены бегут на лыжах, затем проходят полосу препятствий. При этом кататься быстро, конечно, важно, но это не самое главное. Впереди шесть этапов. Переправа по параллельным перилам, навесная переправа, вертикальный маятник, переправа по бревну, а еще спуск и обратный подъем. Последний, как правило, уже дается тяжело, но настоящий турист трудностей не боится. К тому же в Коме этот вид спорта завоевывает все большую популярность. Последние пару лет спорт развивается хорошо. Вот у нас ребята ездили на чемпионат мира и стали победителями в спортивном туризме. Девочка стала победительницей на первенстве мира. То есть спорт развивается. И даже по количеству участников видно, у нас за эти два дня будет 180 человек, а до этого до 100 человек не доходило. Так что у нас пока все хорошо. Завтра финальный забег, а потом спортсмены повесят лыжи и палки на гвоздь и начнут готовиться к пешему сезону. Первые старты в этой дисциплине пройдут в Йошкороле уже в начале мая. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.